Всем привет! Я решил снять обзор на новую магнитолу на андроиде, которая появилась буквально пару недель назад в Украине. Вот так вот выглядит ее интерфейс. В принципе, все функции, которые нужны для магнитолы здесь есть. Хочу рассказать об отличиях от обычных магнитол, которые идут на Windows CE. Прежде всего, это карты. Здесь можно использовать Google карты, которые показывают пробки и у которых есть голосовой скорость. Или басов свой голос. Очень удобно, что можно задавать маршрут голосом. И также использовать полностью Google поиск в интернете искать. Можно показывать различные варианты маршрутов и пробки. Там, где красные, это стоят. Там, где сборная. И желтая. Темночка. Можно задать маршрут и нажать в путь. Сразу показывает время, километры. Голосовые подсказки есть. В общем, все, как в Navitel или как в iGo. Только с пробками. В реальном времени вам показывают, какой дорогой лучше всего ехать. Я по Google картам езжу давно и скажу, что Navitel и iGo отстают в этом плане. Яндекс.Навигатор был классный, но в Украине сейчас они работают. Поэтому можно пользоваться Google. По навигационной части это все. Давайте посмотрим на другие функции. Здесь, как в полноценном планшете, есть возможность загружать различные приложения из Google Market. То есть, по сути, вы можете скачать все, что вам нужно из Google Play и пользоваться вайбером, скайпом. Сорфить по интернету, скачивать какие-то игрушки. Ну, все в пределах разумного, потому что рисуются вайберемагнитолы, скажем так, не самые мощные характеристики. Это бюджетная магнитола. Стоимость очень низкая. Поэтому, если вы скачиваете игру, то это может быть простая какая-то игра. То есть, какую-то 3D-игрушку он вряд ли потянет. Но так развлечься где-нибудь на стоянке вполне хватит. Или детям дать поиграть. Фильм и музыку можно скачивать. Если найдете бесплатную, можно их покупать. В общем, в Google Play все в стандартном планшете, в смартфоне. На любую тему можно найти себе приложение. Также можно скачать OBD2 программку. Купить дополнительный OBD2 адаптер. И сделать из этого магнитофона полноценный компьютер. Который будет показывать расход топлива. Который можно настроить так, что он будет все ваши поездки сохранять. Вы можете посмотреть, сколько затрачиваете бензина. Также можно сканировать ошибки. Удалять их. Смотреть, что с машины не так. Также есть Bluetooth. Можно соединиться с телефоном и использовать магнитофон как громкую связь. В двух годах через колонки можно разговаривать, не беря телефон. Видео, музыка. Это все стандартное. Есть в обычных магнитолах. Также здесь все присутствует. Видео можно смотреть в Full HD. Процессор тянет. Также можно подключить музыку по Bluetooth. Со своего телефона. Через эту кнопочку. Радио есть. Можно подключить камеру заднего вида. Можно подключить камеру переднего вида. Использовать ее как видеорегистратор. Вот такая вот магнитолка. В принципе, за такие деньги в машине очень хороший вариант. Я уже сам подумал бы поменять. У меня стоит на андроиде магнитола, но почему-то не работает. Play Market. Она очень старая. Я ее уже лет, наверное, девять. Или не девять, наверное, лет семь. Одна из первых на андроиде два-три. И Play Market почему-то не работает. Да и памяти там очень мало. Два гигабайта всего. В этой магнитоле 16 гигабайт. Правда, доступно не так много. Много памяти забирает система. Давайте посмотрим, сколько доступно. Доступно 1.38 на этом. И 5.43 на этом диске. То есть 5.43 и 1.38. Около 7 гигабайт свободно. Хотя память стоит 16 гигабайт. Но она разделена. То есть поделена на все. Версия Android 5.1. Wi-Fi. Можно подключить 3G-модем. Вот есть режим модема. Также можно раздать со своего телефона интернет. Подключиться к своему телефону по Wi-Fi. И пользоваться интернетом таким образом. Это гораздо удобнее, чем покупать модем дополнительный. Но если вы хотите, вы можете установить модем. Там есть USB. Две штуки. В одну можно флешку с музыкой. В другой модем. И пользоваться. Также можно музыку слушать. Или фильмы смотреть с карты памяти. MicroSD. Вот разъем. КОНЕЦ.